Вот целый месяц, который я нарочно немного говорил и объяснил, что я делаю. Я только работал, именно потому, что эта сессия так длинна, сейчас каждый день, каждое утро, час и сорок пять минут, и это слишком длинна, если я много говорю и объяснил, это было слишком длинна. Но сегодня это последняя лекция, семнадцатый урок, и поэтому еще раз я буду, начинаю завтра, я буду работать иначе, а поэтому сегодня я буду объяснить каждый шаг я делаю, как я делаю этот шаг и почему я делаю этот шаг, последний раз. Хорошо. Первое всего, надо сказать, что этот учебник сравнительно новый учебник, издали от АСМИЛ около месяца три назад. Я сразу купил его и начинал изучать каждое утро один урок, начинал первого апрель, а сегодня это семнадцатый урок, последний урок. Я буду закончил этот, каждый день новый урок, и как я сказал, завтра я буду начинать работать чуть-чуть иначе, поэтому, надо бы сказать, прежде всего, это отличный учебник, я могу рекомендовать его всем, единственное только, что мне не нравится, в записи есть один читатель, у него есть неясный голос, увы, это трудно слышать, что он скажет, но другой человек и двое женщины очень хорошо слышат, и в учебнике, всем я много изучал, современных России, россияне, это действительно очень отличный учебник, хорошо. Этот учебник для усовершенствования и не для изучения, и поэтому я работаю, как сказать, наоборот, обычный учебник для изучения, есть новая грамматика в каждом уроке, и поэтому, когда я начинаю каждый день, я, прежде всего, я повторяю, но для совершенствования, я, прежде всего, изучаю новый урок, поэтому, сегодня, это будет семнадцатый урок, и что я буду делать, я буду читать и слышать этот урок три раза. Первый раз я слушаю русский и говорю русский с записями, я скажу, что я слышу, когда я слышу, но я читаю французский, французский перевод, чтобы все хорошо, действительно, что процентно понять, в чем делать в этом уроке. Хорошо, первый раз, первый шаг, я изучаю новый урок для сегодня, семнадцатый урок, первый раз, я слышаю русский, говорю русский, но читаю французский. Пилков. Семидесятый урок, теперь дело за вами. Дорогие друзья, последний урок этой книги подводит итог невероятной работы, которую вы проделали. Вы покорили протяжи и спряжения, и, без сомнения, стали толкими знатоками рода существительной. Кириллица раскрыла вам все свои тайны, поэтому вы можете прожать непосвященных обычным прочтением следующей буквы из алфавита. У, Э, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Должны признаться, что мы сами прибегаем к этому простому способу ипотажа удеянцы достаточно часто, и срабатывает он каждый раз. Вы достигли определенного уровня владения языком, но не наставитесь на этом и не почиваете на лапах. Язык – дело тонко. Без заботы с вашей стороны он начинает совершенно неожиданно выкидывать колено. То склонение забудется, то неправный глагол не вспомнится. Самое простое следствие против витакальной опаски говорит на языке постоянно. Блегащать гости русских друзей и ходить к ним. Минздрав предупреждает. Через мирное проявление алкоголя придет вашему здоровью. У вас пока еще нет русских друзей? Нашли, если что расстраиваться. Это в наш безумный век интернета и социальных сетей. Ну а в ожидании алкоголя, пожалуйте, будьте любезны. В кино, в театр. А если лень сдевать отставать, то сбудьте книжечку в рученьке. А если серьезно, книги – это лучший способ совершенно незаметный для себя развивать способность понимать и говорить. Не пытайтесь переводить каждое слово. Расслабьтесь и привите по течению. Вы поймете главное и насладитесь чтением. Самое важное – никогда не останавливаться на достигнутом. Вперед! За новыми приключениями! А уже со всеми авторами и певцами, которых мы советовали вам на протяжении всех этих уроков, вы обязательно найдете, чем заняться долгими зимними вечерами или когда погода, что хороший хозяин и собаку на улицу не выпустят. Россия ждет вас с распростетыми объятами. В добрый путь! Сейчас я сразу слушаю этот урок второй раз. Этот раз я слушаю и говорил и читаю все вместе русский, только русский. Потому что я читал французский, и я понимаю 100% сейчас. Без французского, может быть, я бы понял только 19,5-16%, но сейчас я понимаю все хорошо. Сейчас я слушаю, говорю и читаю. Теперь дело за вами. Дорогие друзья, последний урок этой книги подводит этот тот невероятный работе, который вы и проделали. Вы покорыли падежи и спряжения, и без сомнения стали тонкими знатоками рода существительных. Кириллица раскрыла вам все свои тайны, поэтому вы можете прожить непосвященных обычным прочтением следующих букв из алферита УФХЦЧЩЩ. Должны признаться, что мы сами прибегаем к этим простому способу эпатажа иудеянцы достаточно часто, и срабатывает он каждый раз. Вы достигли определенного уровня владения языком, но не оставляетесь на этом и не почиваете на лаврах. Язык – дело тонкое, без заботы с вашей стороны, он начинает совершенно неожиданно выкидывать колено. То склонение забудется, то неправильные глагулы вспомнятся. Самое простое средство против этой конопасти – говорить на языке постоянно. Приглашать гостя русских друзей и ходить к ним. Минстра предупреждает – через меры предъявления алкогола вредит вашему здоровью. У вас пока еще нет русских друзей, нашли здесь чего расстраиваться. Это наш безумный век интернета и социальных сетей. Но выжидание о них – пожалуйте. Будьте любезны – в кино, в театр. А если лень с дивана вставать, то созвольте книжечку в рученьки. А если серьезно, книги – это лучший способ, совершенно незаметный для себя, развивать способность понимать и говорить. Не пытайтесь переводить каждое слово. Расслабьтесь и плевите по течению. Вы поймете главное и наследитесь чтением. Самое важное – никогда не оставаться на достигнутом. Вперед! За новыми приключениями. А уж со всеми авторами и певцами, которых мы советовали вам на протяжении всех этих уроков, вы обязательно найдете, чем заняться долгами зимними вечерами или когда погода, что хороший хозяин и собаку на улице не выпустит. Россия ждет вас с растертыми объятками. В добрый путь! Сейчас я делаю маленькую паузу и с карандашом я читаю объяснение и делаю собственные записки и сравню русский и французский. Воскресе. 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 Расслабиться, расслаблюсь, расслабиться, расслабляться. Карл у карни украл караули, Клара у Карла украла кларинет, Карл у Кларли украл караули, Клара украла кларинет. Смешно. Сейчас я сравню. Может быть, это что-нибудь, которое я не понимаю. Давайте видим. А если серьезные книги – это лучший способ совершенного незаметно для себя развивать способность понимать и говорить. Это правда. Не пытаясь переводить каждое слово, расслабьтесь и плывете по течению, вы поймете главное и насладитесь чтением. Правда. Сейчас третий раз. Поплю, слушаю, читаю все время. А этот раз потому, что я сравнил тексты и я читал занятия. Все будет действительно ясно для меня. Семидесятый урок. Теперь дело за вами. Дорогие друзья, последний урок этой книги подводит этот итог невероятной работы, который вы проделали. Вы покорили падежи и спряжения, и без сомнения стали толкими знатоками рода существительных. Геремица раскрыла вам все свои тайны, поэтому вы можете поражать непосвященное обычным прочтением следующих букв из алфавита – U, F, H, C, 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 C. Должен признаться, что мы сами прибегаем к этому простому способу эпатажа абвенции достаточно часто, и срабатывает он каждый раз. Вы достигли определенного уровня владения языком, но не останавливайтесь на этом и не почивайте на лаврах. Язык – дело тонкое. Без заботы с вашей стороны он начинает совершенно неожиданно выкидывать с колена. То склонение забудется, то неправильный глагол не вспомнится. Самое простое средство против этой гонопасти – говорит на языке постоянно. Приглашать в гости русских друзей и ходить к ним. Минздрав предупреждает – через меры управления алгоритм вредит вашему здоровью. У вас пока еще нет русских друзей? Нашли, из-за чего расстраиваться? Это внажды безумный век интернета и социальных сетей? Но в ожидании о них, пожалуйте, будьте любезны – в кино, в театр. А если лень с дивана вставать, то избути книжечку в рученьки. А если серьезно, книги – это лучший способ совершенно незаметно для себя развивать способность понимать и говорить. Не пытаясь переводить каждое слово. Расслабьтесь и плывите по течению. Вы поймете главное и насладитесь чтением. Самое важное – никогда не оставляйтесь на достигнутом. Вперед! За новыми приключениями. А уж со всеми авторами и певцами, которые мы советовали вам на протяжении всех этих уроков, вы обязательно найдете, чем заняться долгими зимними вечерами или когда погода, что хороший хозяин и собаку на улице не выпустит. Россия ждет вас распростертыми объятиями. В добрый путь! Вот. Вот. Этот первый шаг. Читаю новый урок для сегодня. Это последний урок в этом учебнике. Новый урок. Три раза. А это нужно около минуты пятнадцать. Пятнадцать. А сейчас второй шаг для меня. Я повторяю. Повторяю вчерашний урок. А потом позже вчерашний урок. Я повторяю целую неделю первой сегодня. Это значит повторяю шестнадцать... шестнадцать девятый урок, шестнадцать восьмой урок до шестнадцать четвертый урок. И чтобы делать все это, нужно, может быть, еще минуты сорок. Когда я повторяю, я слушаю один раз. И потом делаю паузу. Читаю объяснение и сравню текст. Читаю вслух. Может быть, если меня интересуется или нравится, я читаю чуть-чуть вслух. А потом я повторяю тот метод. Пазов вчерашний урок. Хорошо. Это вчерашний урок. Шестнадцать девятый урок сейчас. Шестнадцать девятый урок. Гимн. Тогда я слушаю и читаю только русский. После развала Советского Союза из-за заблочения многих политических деятелей и партий, глубоко политизированный гимн не мог больше являться официальным текстом страны. В течение десяти лет гимном выступали патриотические песни великого композитора Михаила Гвинки. Но слов на эту песню так и не написали, а песлоездный гимн не нравился многим. Спортсмены, например, жаловались на невозможность петь его во время Олимпийских игр. Поэтому с 2001 года у россиян появился новый гимн. На самом деле музыка позаимствовала и советское гимн. А вот новые слова написал тот же поэт, что и для бывшего. Россия — священие нашей державы. Россия — любимая наша страна. Могучая волна, великая слава. Твое достояние на все времена. Припев. Славься, отчество наше свободнее. Братских народов союз вековой. Предкомендантная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края распилились наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая. Храниме Богом родная земля. Припев. Широкий простор для мечты и для жизни. Крядущий нам открывать года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Припев. Упражнение 1. Читайте и переводите. Обожаю эту партийскую песню. Она рассказывает о рвнуции и борьбе на ходе с неправедливостью. Я рекомендую своей страной. Могучей и великой державой. Ты настоящий гражданин своего отчества. В грядущие года открывают нам новые перспективы для развития данной отрасли. После развала Советского Союза личности многих политических деятелей были разоблочены. Во время Олимпийских игр наши спортсмены пили гимн стоя, они держались за руки и плакали. Сейчас делаю паузу, чтобы еще раз читать. Согнать. Выпустить. После развала Советского Союза и разоблачения многих политических деятелей и партий. Разоблачения. Ревелацион де ла веритей. Приятки. Полиарный край. Полиарный круг. После развала Советского Союза личности многих политических деятелей были разоблачены. Он ревелит ла веритей сюр. Разоблачить. Ревелит ла веритей сюр. Сейчас повторяю пазов вчерашний урок. Потом, как я сказал, до 64 урок. Сейчас это восьмой урок. Делать только конституции. Это слишком для меня не так интересно. И именно этот урок читает этот человек с неясным голосом. Это трудно для меня слышать, что он не говорит ясно, как можно сказать. Это только он. Только он. Продолжение следует... 68 урок. Низнание закона не освобождает от ответственности. Российская Федерация. Россия есть демократическое федеративное правоводие государства с республиканской формой правления. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на закладательную, исполнительную и судебную. Органы закладательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. В Российской Федерации, светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Президент Российской Федерации является главой государства и гарантом Конституции, брат и свобод человека и гражданина. Он определяет основные проведения внутренней и внешней политики государства в соответствии с Конституцией и федеральными законами. Президент избирается сроком на 6 лет гражданом Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президентом может быть избирательный гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более двух сроков подряд. Предступление в должность Президент принесет призагу народу в торжественной обстановке, присутствующих в Совете Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда. Федеральное собрание Парламента Российской Федерации является представительным и законодательным органом. Оно состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. Совет Федерации входит по два представителя от каждого субъекта Федерации, по одному от представительного и исполнительного органов Государственной власти. Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 5 лет. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочия. Человек, его права и свободы являются высшим ценностю. Признание, соблюдение и защита прав высокой человека и гражданина – обязанность государства. Носителем, суверенителем и единственным источником власти в Российской Федерации является его многонациональный народ. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Упражнение 1. Читайте и переводите. Но о чем вы говорите? Это светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве обязательной. Он не может быть избранным президентом, так как ему еще не 35 лет, да и последние 6 лет он жил в Англии. Что значит, я не знал? Не знание закона не освобождает от ответственности. Сколько депутатов Государственной Думы? 450. Они избираются сроком на 5 лет. Сегодня новый президент приносит призыву народу при присутствии депутатов Думы и судей Конституционного суда. Пауза, чтобы сегодня читать заметками. Приносит присягу. Ведетатив. Президент приносит присягу народу. Ведетатив. На. 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 Человеки в праве и свободе являются высшей ценностью. Что значит «я не знал»? Низнание закона не освобождает от ответственности. Есть шуток, внезаписный шуток тоже. Бензин подорожал, водки тоже зарплату и штрафы повисли. Хорошо, что зарплата и пенсии без изменений. Хоть какая-то стабилность. В Америке существуют дороги, которые построили, но забыли отметить на карте. В России есть дороги, которые отмели на карте, но забыли построить. Да, действительно смешные шутки иногда. Хорошо, сейчас фазов-фазов вчерашний урок, шестидесят седьмой урок. Это для меня, речь идёт о литературе, это для меня действительно интересный урок, но, увы, они сказали и меня, например, Борис Акунин и Евгений Гришковиц, но не сказали много их книг, а значит так, хорошо. Для меня литература всегда очень интересная. Шестидесят седьмой урок. Одна книга тысячи людей читает. Валера, посоветуй меня, пожалуйста, какую-нибудь книгу на русском. Только классики не надо, я уже начиталась. Некоторые вещи очень понравились, типа Бугакова, Толстого, Чехова и Стастоевского, но были и трудные тексты. Например, Пушкин и стихи и проза. Бугл и Некрасов совсем, кому на Руси жить хорошо, но было сложновато. Я со словарьём не расставалась. Всё понял. Классики – ты уже спец. Теперь тебе надо почитать современников. Кого уже там? Читала Сорокина «День опричника». Книга сложная, там много сленга, нецензурные лекции, но мне понравилось. Уважаю. Тогда можешь полистать пелевина из жизни насекомых. Если крыша не поедет, то понравится. У него вообще книги очень специфически. Но есть своя публика, которая их читает и считает их настоящей литературой. Если любишь детективы, то смело можешь купить Дашкову, Толстого, Устиновую или Марину. И хоть активно уже несколько лет читают, можно поспорить, что в метро найдёшь как от одного человека с ник детективом. Ой, нет, спасибо. Это сердце наё. Я уж лучше фантастику почитаю. Братьев Стругацких или каков-нибудь Лукьяненко. Ну, кстати, да. У него есть неплохие забавные произведения. Есть даже совсем коротенькие. Посоветуй мне что-нибудь такое задушевное. Знаю, тебе нужна Улицкая. У неё очень много разных читает, а уж на счёт задушевности слёзы гарантирую. Она доступна, понятна, а книги её про жизнь. Из некоторых прошлых могут посоветить на Владова, Набокова и Зошенко. А я в совсем современных, любимых меню назову твое имя – Борис Акунин и Евгений Крешковец. Акунин обожаю. Он страшно продуктивен. Каждый год что-то предпускает. Причём пишет по двумя разными именами. Его цикл книг про Фондорина смаковал до последней строчки. Сюжет отменен, язык великолепный. А у Борис Акунин, актёра, режиссёра и писателя, очень разнообразная деятельность. Он ещё и клипы записывает с некоторыми группами. Я бы сказал, его творчество отражает суть современной российской мысли. Он пишет о чувствах о разных мелочах, из которых и состоит наша жизнь. Но всё так в точку. Слушай, сделай одолжение. Давайте пойдёшь со мной в книжный, и под твоим чётким руководством мы там вместе набибираем мне кучу книг. Упражнение 1. Читайте и переводите. Опять классику читаешь? Неужели ещё не читалось? Я уж лучше классику буду читать, чем твою глупую фантастику. Этот врон не только страшно продуктивен, он выпускает книги в год, но ещё и пропадёт в университете. О чём этот роман? О чувствах, о жизни, о мелочах, из которых она стоит. Хочешь посоветовать тебе какой-нибудь актив? Ой, нет, спасибо. Это совсем наё. Творчество этого автора отражает суть современной российской мысли. Книги его были примеры в жизни. Хорошо. Действительно, очень интересный. Спецспециалист. Она скажет, посоветит мне, пожалуйста, какую-нибудь книгу на русском. Только классика не надо, я уже начиталась. Как это возможно, начитать классики? Утубья Крислава поехала. Западал отец. Утубья Крислава поехала. Я бы сказал, что творчество отражает суть современной российской мысли. Он пишет о чувствах и разных мелочах, из которых и состоит наша жизнь на всё так в точку. Опять классику читаешь? Неужели ещё не начиталась? Я уж лучше классику буду читать, чем твою глупую фантастику. Ха-ха! О чём эта трава? О чувствах жизни, о мрачах, из которых она состоит. Шестидесят шестой рок. И это стих Ивана Клюмова. Мне очень нравилось. Очень. Это классики для меня. Вот именно это. Шестидесят шестой рок. Ворона и лисица. Уж сколько раз твердили миру, что лес кнузна вредна. Но только всё не впроти, и в сердце везде цвета отыщет уголок. В вороне где-то бог послал кусочек сыра. Надел ворона взгримоздясь, позавтракать совсем усобралась. Да призадумалась, а сэ в рту держала. На ту беду лиса ближе охам побежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр. Лисит сыр. Пленил. Плутовка дверью на цепочек подходит. Вертит хвостом. С вороны глаз не сходит. И говорит так сладко. Чуть тыща. Голубушка, как хороша. Но что за шейка? Что за глазки? Рассказывать так право сказки. Какие перышки. Какой носок. И верно англский быть должен голосок. Спой, светик. И стыдишь. Что нежели сестрица. Прекрасоте такой. И петь демонстрица. Ведь ты б у нас была царь птица. Вещание нас похвал сплижилась голова. От радости взобуде ханиска пьерла. И на приветливые сестрицы слова. Ворона карпнула за все воронье горло. Сер выпал. С ним была плутовка такова. Иван Крылов. Упражнение 1. Читайте и переводите. Что это с ним? Кричит во все горло. По-моему у него телефон из кармана выпал. Когда он шел через мост. Сколько тебе на ТВТ. Что лучше делать это через агентство. Тебе все непрог. Она так хороша. Что у нее должен быть и английский голосок. Ерунда какая. Она вообще петь не умеет. Он пленил меня своими словами. Конечно. Листит всегда отличный уголок в сердце женщины. Ах, плутовка. Я совсем усыпалась позавтракать. А она сказала, что кофе больше нет. Так как хотела оставить его себе. Отискать лимит. В течение долгих лет. Они пленили нас своими спектаклями. А напленили его в один миг. Я читаю вслух сейчас. Добавочные записи. Вертит, верчу, вертишь, вертят. Если, если, если. На трубину, Лица лежонка бежала. Вдруг сильный дух лису остановил. Лисица видит сер. Лисицу сер пленил. Тутовка к дереву на цепочках подходит. Вертит к хвостам с бароней глаз не сходит. Лисица. Она так хороша, что у нее должен быть и англский голосок. Ерунда какая. Она вообще петь не имеет. Сейчас 65 евро. Попробуй спеть вместе со мной. Мой не странный друг по переписке просил меня подготовить ему обзор современной российской музыки. Ничего себе задачка. Представляю, как ты ломаешь голову. Как выбрать между звездерными обневками или теми, кто без попыльных миллионов никогда бы не запил? Расскажи ему про корифеев русской страны, типа Али Кувачёвой или Филиппа Киркорова. Их можно любить или смеяться над ними. Но эти люди сделали свою карьеру сами. Если твой товарищ тащится по псы, то позови ему послушать Демобилана, Ёлку или Жану Фриску. Для общего развития можно еще и русский шансон с настоятворными уголовными братьями песнями послушать на ныне именном радио. Несколько с новым делом российской страны стилы поют Иван Дорн, группа Градусы, ну и то-нибудь там типа группы Паста. Только, пожалуйста, не рассказывай ему о булгарной распутании с пропитым голосом или Сенчуковой со своими глупыми и более чем банальными песенками. Нет, конечно, я хотел упомянуть о Надежде Папкине и ее чёске Надежде Калышевой. Они в моих глазах представляют русский фольклор на вполне современном уровне. И еще напишу ему о Чаеве, Дедеце и Ализе, который известен всем независимо от музыкальных пристрастий. И назову паралитовую историю из группы Кино. Он хоть и погиб в 1990 году, но его песни все еще звучат под гитару, во дворе лежат соццены. Его память посвящается концерте, а мои любимые симпиры, например, припели его знаменитую кукушку и пиджалу. А вообще, на твоем месте, рассказали ему о таких великих пиццах, как Булаттио Каджави и Владимиру Висовку. Да, и в особенности в Висовском, проклятым поэте-окоголике с несчастной судьбой. Когда его песни были запрещены, мой отец слышал переписанные трусы-кассеты потихоньку на кухне. А поживую песню я не люблю, особенно это куплет. Я не люблю уверенность из ситры. Услучай песок кажут там вза. Да сады мне, что слово «честь» забыто, и что в части наветы за глаза. О да, эту песню надо слушать, а еще лучше смотреть запись, как ее поет автор. От его исполнения у меня всегда мороз похожий. Упражнение 1 читайте и переводите. На мой взгляд, этих певцов уважают все, независимо от музыкальной безстрастии или возраста. Откуда тебе эта песня? О, это еще отец мой переписал в кассете своих друзей, когда песня была запрещена. Я бы на твоем месте не рассказывал этому алкоголику с несчастной собой о том, как тебе удалось купить ящик шампанского. Он погиб, но его песни все еще поют, а его памяти посвящаются концерты. Я вижу, ты забыл слово «честь», раз рассказываешь мне такие вещи о человеке, который так много для тебя сделал. Именно как урок современных литератур, я узнал здесь многие имени, но, правда сказать, это было лучше, если в записи был... Песня? Музыка? Чуть-чуть. Как раньше в Асми. Старый Асми. А еще в эти учебнике есть иногда, например, когда его песни были запрещены. Что это значит, песни были запрещены? Я могу представить себя, что это было во время СССР, но надо бы на культурные записки сделать. Я не понимаю это. Песня была запрещена. А почему сейчас не запрещена? И раньше запрещена? Мой отец здесь слушал переписание у друзей кассеты потихоньку на кухне. Почему на кухне? Его память посвящаются концерты. Погиб и умр. Погибут, умерут. Погиб, погибла, умер, умерла. Отказит, откажу, откажешь, откажут. Отказал, отказала. Тормоз, тормоза. На мой взгляд, этих певцов уважают все, независимо от музыкальных пристрастий или возраста. Я бы на твоем месте. А сейчас шестидесят четвертый урок. Это последний урок, который я слушаю, говорю. Шестидесят четвертый урок. Фокус, фокус. Я купил нам билеты в московский цирк. Обожаю церковые представления. В программе «Хлядящий душу» номер эквилибристов с пешком и по клубу цирка без страховки. Я слышал у них в этом сезоне работы знаменитые группы гимнасты, которые подняются из совершенно вероятной трюки. Мой одноклассник Алешка на прошлой неделе ходил на них посмотреть, так как он даже потом в социальный сетю становил статус. Гимнасты-акробаты словно порыли в воздухе. Ловкость их на белом пределе, а зал упреплял без остановки больше пятнадцати минут. Да-то что, а мне рассказывали, что там бесподобные тресеровные животные и очень смешные клоуни. Кстати, о клоунах. Я видел по телевизору номер об охотничестве. Для клоуни изображали себя тресеровский собак, и каждый хвастался своим сокровищем. Ну и они рассказывали, как и фокусе имеет дело этой питомец, а в какой-то момент начали спорить, у кого собака умнее. Первый клоуни говорит, «Моя тресеровная собака сама ходит на прогулку, выгуливать его на надо. А когда вращается, то просто подходит к вере, садится на коврик, звонит, и я впускаю». А второй отвечает, «Какая глупая собака, меня меня так отривожит, но и свои ключи, поэтому и звонить ей не надо». Да, действительно веселый номер. А вот я видел около церкви реальную сцену. Клоун, ведет после представления, выбегает своим детишкам и жене. Стоит такой выражение прийти, хвостным носом ругает своих деток за какой-то проступом, а не является от смерти. Но жена ему говорит, «Ты, прежде чем рутируй, гад, снял игры. Прикольно. Слушай, а фокус не в программе есть?» Да, причем в этом сезоне у них заморский гост, знаменитые череды и мать из Нидерландов. Он и фокусы показывает, и голубыш лапы достает, и даже на полон четко, как это просвелывает. Как это просвелывает? Чем? Чем тем? Пилой? Чем еще приятно? Это шум, Сосоколдор? Пожалуй, я лучше посмотрю его ботелку. Хоть канал приключить можно, если приспичит. Упражнение 1. Читайте и переводите. Ты опять в цирк? Ты ведь уже ходил на прошлую неделю? Да, я обожаю цирковые представления. Это не свои же волосы? Нет, не думаю. Скорее всего, она носит парик. У них в программе бесподобный клоун. Он еще и фокус показывает, а прохочется. Они сделали безумный номер. Прыжок из покупной церкви без страховки. Да, я видел его. Они выполняют совершенно вероятные трупы. Ерунда это шоу. Я из самых худших заморского костя мага. Тоже магов фокусы разные показывает. Так, я услышал записи. Словно как, как будто, он поет словно в опыре. Да ты что? Кстати. Клунах. Обхаху. С. Видать. Видать он нужен шоу. Видать он нужен шоу. Птицы кто-то. Вот, конечно. Ерунда это шоу. Ерунда это шоу. Хорошо. Это был второй шаг, первый шаг, новый урок. Второй шаг, повторение каждого урока из прошлой недели. А сейчас, третий шаг, я читаю вслух один урок из каждой прошлой недели. Это значит, потому что сейчас был семнадцатый урок, шестьдесят третий, шестьдесят шестой, сорок девятый каждый, это все будет урок повторения. Хорошо, это был, будет короче, чем обычно. Штите минуты, вот и кофе. Первое. Первое. Вот. Продолжение следует... 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 двухметровых сугробов. Смеемся, смеемся. Действительно, улица – кошмар какой-то. Ни на машине не проехать, ни пешком не пройти. Ползут слухи, что в одном соседнем регионе снега еще больше, чем у нас. Местные власти там в полной панике. Пытаются избежать обвала крыш, но ничего не могут сделать. Поэтому люди сами ест ежедневно очищают их от снега, используя для этого пилы и лопаты. В этом регионе всегда был довольно низкий социально-экономический уровень. Поэтому меня не уливает, что именно там сейчас такая ситуация. Ладно, хватит груз. Расскажи лучше, что у тебя включено в тур. Все включено – и виза, и все экскурсии, и питание. Так к тому же есть дополнительная 10% скидка. А еще гостиница – 4 звезды. И все это за копейки. Как здорово! А когда вы едете, вылетаем 29 февраля. Не может быть! Как это не может? Вот смотри, здесь написано. В этом году – в феврале 28 дни. Так вот в чем дело. Ты просмотрел вот эту малышенькую строчку. И это тур до следующий год. А ты дурак. Хорошо. Сорок второй урок. В стране – это кризис. Инфляция. Только вот количество миллиардеров вдвое выросло. А так ужас. И зарплаты, и пенсии смешнее. А вы надумали женится? Временно меняются. Но идеального момента все равно не найти. Когда вы с матерью женилась 30 лет назад, климат в стране был еще более тревожный. Экономика была расшатана. Коррупция была страшная. – А я устроился неплохо. Работа у меня надежнее. Да, и доброе много нажил. И дом у меня, и тачка, и дача. Будем жить припеваючи. Да, ты прав. А вы только в газ или в церковь тоже пойдете? Пойдете. Обязательно пойдем в церковь. Что, не ожидал? – Несмотря на то, что она православная, а я католик, мы уже обо всем договорились. В прошлое воскресенье мы ходили на устроенную службу, разговаривали со свяженником, получили благословение. Нам разрешили венчаться в храме – все как положено. Ну и хорошо, а то ведь уже пора тебе жениться, так сказать, начинать новую жизнь. А где же будет организовано праздничное застолье? Это волной вопрос. Я хочу в каком-нибудь ападом ресторане, чтобы сервис на высоте и живая музыка. А Настя хочет, чтобы праздник был на какой-то старой ферме в деревне с традиционной музыкой, паяном, малалайке и т.п. А также экологически чистыми продуктами, да настоящим русским застолом, как она говорит. Меня, честно говоря, все это выводить из себя, но я не могу ударить в грязь лицом перед моей будущей женой. В субботу едем смотреть какую-то старую ферму с будущими чуще и тестом. То ли они там родились, то ли выросли, но в общем она не очень дорога. Правда, там ремонт надо сделать, да у нас еще есть время, так что в ближайшие месяцы буду вкалывать на работе, а вечерами на ферме, чтобы все было к свадьбе готово как можно быстрее. Только бы сил хватало, там ведь столько работы, а я один. Ну, вижу, к чему ты клонишь. Отец, ну что тебе стоит? Ты же прав на самой большой стройке в городе. Ладно, ломал. Пришлю тебе своих строителей, одному тебе явно не справиться. Все понятно, хорошо. Тридцать пятый урок. Ты видела объявление в сегодняшней газете? Российская компания ООО «Хазанье» ищет менеджера по продаже. Их требование к кандидату в высшее образование, умение работы как самостоятельно, так и в команде. Солидный опыт в управлении и безупречный внешний вид будет несомненными плюсами. Чего ты морщишь, ну что тебе не нравится? За последние сутки ты уже предложил мне десять разных объявлений. Такое ощущение, что тебя не терпёшь, чтобы я ушла с работы. Вот нас смешило. Мне-то всё равно только о тебе и думаю. Несколько месяцев назад кто-то сильно жаловался на нашего шефа. Ну, это когда было. Теперь всё и менялось. Мы практически стали друзьями. Новогодним обращением к служащим он даже поздравил меня с результатами и подарил мне щенка. Ах, как мило! Он бы лучше подумал о повышении твоей зарплаты. Нет, серьёзно, как коллега коллеги. Ты способна на больше. С твоей трудовой книжкой, с твоей трудоспособностью и твоим опытом только представь. Новая работа, новые приключения, новая жизнь. Точем же я заслужил такую заботу. Но, может, ты и прав. Надо хорошенько подумать. Ушам своим не верил. Будешь долго думать. Прозвиваешь замечательную должность. А дальше сценарий будет такой. Всё поёшь, но будет поздно. Будешь ныть. Начнутся угрызения совести. А потом депрессия. Ладно, ладно. Убедил. Не говори больше таких ужасов. После перерыва позвоню. Сейчас полдень. Там, наверное, уже все ушли на обед. Правильное решение. А я пока пойду поговорю с нашим начальником. Надо ему помочь. Твоё место скоро будет свободней. А значит, нам нужен кандидат на эту вакансию. Повторяю. Всё для вас. Всё, чтобы всем вам помочь. Так и будет, я буду первым кандидатом. Хе-хе-хе. Двадцать восьмой урок. Повторение. Заключительный диалог. Благодаря тебя я получил доступ к неограниченному объёму информации. Спасибо всемирные полутина, а не мне. Я сам нашёл этот сайт на каком-то форуме. Как только мне подключил интернет, я создал свой блог, на котором я теперь советую подобные интересные ресурсы. Кстати, мой блог стал достаточно известным и привлекает огромное количество ползователей всех возрастов. А я только делаю первые шаги в интернете. Благ открыл для себя электронную почту. Оказалось, что кроме обычного текста, в электронной почте можно придавать фотографии и звуковые сообщения. Конечно. Да, любой файл. Но, несмотря на все блага, которые нам дарит компьютер, есть и свои проблемы. У меня сгорел системный блок. Пришлось тащить его в мастерскую, а он тяжёлый. У меня ноутбук. С ним, конечно, проще в мастерскую носит не тяжёлый. Но тут свои минусы. Иногда не могу найти свой леппоп. А это значит, что мой сын играет онлайн. Знаешь, все эти стульки игр для подростков и их от интернета за уши не оттащить. Справедливости ради, надо сказать, что он в сети не только заправляется, но и много работает. Вес в маму. В глубине души никогда не сомневалась в талантах твоих чат. Дочери моей, компьютеры и программирование до лампочки. А на диджеи. Уже после два года работает на радио. В музыкальной придаче по заявкам радиослужателы. Везёт человек. Я сам элуман. Всегда мечтал стать диджеем. Может быть, я недооценовала эту профессию. Но сначала я ругалась про себя. Хотела, чтобы она стала кем-то другим. А теперь поняла, что она настоящий специалист. И смотрю на неё разым в рот. Хорошо. Что ты это поняла? Поняла. А то родители всегда сомневаются в способностях своих деток. Двадцать первый урок. Повторение. Заключительный диалог. Я слышала, на твой день рождения тебе подарила столько косметики, что можно открывать салон красоты. Какая чепуха. Муж сделал подарок. Подарил немного макияжа. Неужели ты не сам выбрал? Уверен, что он следовал твоим указаниям. Нет. Он накупил всё сам. Мне было дурно. Поэтому я даже в магазин не поехала. Чёрт возьми. А что с тобой стреслось? Стреслось. Стреслось. Даже не знаю. Болел живот. Был понос. Может быть, это ягоды, которые я съела раньше. Я съела раньше. А сейчас как твоё чувство? Таблетка, которую мне прописал врач, начала действовать очень быстро меня полегчало. И на всякий пожарный случай сегодня утром я выпала парацетамола. Скорее, вы уже выйдете на пенсию. Мне кажется, я просто слишком много работаю. Яблоко дьявол неделеко падает. Вся в свою мать. Она тоже всё время думала о работе. Ладно, лучше о себе расскажи. Расскажи. Ты ведь скоро едешь в отпуск? Да, на Байкал. Мне столько о нём рассказывали. И как говорится, лучше один раз увидеть, чем что раз услышать. Четвёртый урок. Заключительный диалог. Обожаю отпуск. Ничего не делаем. Расслабляемся. Ходим в сауну. А мужа наши хотят рыбачить. Да, правда. Дом с работы возвращается. Поздно. Потом ещё надо ужин готовить. А мне бы хотелось вместо того, чтобы убирать в детской и стоять на кухне, полистать журнал, посмотреть телевизор или спокойно посидеть в баре. Ты слишком много работаешь. Я даже или в отпуске хожу в кино в баре. Конечно. У тебя ещё нет детей. А у меня пятилетний сын и вросла я дочь. И работы тебе надо меньше. Тебе муж может одолжить свою новенькую машину. А у моего и своими нет. Это тоже правда. Но мне муж потом постоянно говорит, что и как я поздно делаю. Ездить надо со скоростью 60 км в час. Машина припаркована неудачно. А тебе никто не говорит, как надо жить. Даже не знаю, что лучше. Я давно сдала на правду. Машину самокупил. А муж всё равно смеётся над тем, как я вожу. Но, по-моему, он только в шутках может высказать своё мнение. Надо же. Ты за него. Перестань. Я шучу. А ты, как всегда, обижаешься. Давай-ка лучше пойдём на рыбу. На небольшой глубине, на небольшой глубине, там можно увидеть рыбу с восхитительной чешуёй, огромными хвостами и маленькими-маленькими плавниками. Наконец, седьмой урок повторения. Заключительный диалог. Ничего не понимаю. Уже давно всё рожено. А ты ещё не заказал билеты? Опять поднадеялся на дачу? Я еду только на следующую неделю. У меня осталось целых восемь дней, чтобы купить билеты на поезде. Если не куплю, поеду на велосипеде. Всё шутишь. Так ты далеко не уедешь. У меня гениальная идея. Давай возьмём такси. Думаю, не стоит уточнять, что у меня нет денег. Ну, перестань. Если тебе так хочется, поеду на автобусе, но буду добираться шесть часов. Слушай, а почему ты не хочешь ехать на машине? Я никак не могу найти ключи. Да, с тобой всегда что-нибудь будет происходить. Думаю, стоит ещё поискать ключи от твоей машины. Хорошо. Это был третий шаг чтения вслух. А сейчас я... Давайте пойдём в скрипторию. Это четвёртый, последний шаг. Я перепишиваю текст. Вот. Я в середине двадцать третий урок. Упражнение два. Восстановить текст. Все хорошо с твоей мессенджерой? Я тебе присоединился, но мне кажется, что ты вернешься. У тебя с электронной почты все в порядке. У тебя... Я читаю слух медленно каждый слух и читаю. Я пиши. У тебя с электронной почты все в порядке. Я послала тебе несколько имейлов, но они все вернулись ко мне. Я послала тебе несколько имейлов, но они все вернулись ко мне. Вернулись ко мне. Вернулись ко мне. Тища. Какая скупка. Тища. Нечем заняться. Нечем заняться. И часы как будто остановились. И часы как будто остановились. Пилулы. 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 Стрылка по цифрблату. Ели паузьет стрелка па цифр блатцу ели паузьет пар tidп цифр блатцу ели При идти системы системы администратур Прокладевать еще вчера Прокладевать Прокладевать еще вчера Но у него что-то случилось Случилось Что-то случилось Поэтому он сможет только на следующей неделе Следующей неделе Следующей неделе Прокладевать Так будет быстрее, чем по обычной почте Так будет быстрее, чем по обычной почте Да и марку не надо покупать Не надо покупать Не надо покупать Не надо покупать Столк Папок Папок Электрон Электрон Входящие 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 Чиновники 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 Спэм Работы Работы Друзья Друзья Отправление Отправление Лени Лени Паправление Корзина 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 Подправление Ты их не путаешь 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 Двадцать четвертый урок сохраняете хладнокровие, сохраняете, сохраняете хладнокровие. Гляне людей ничего не понимающих в компьютерах и программировани для людей, ничего не понимающих в компьютерах и программировани и программировани. В работе программистов есть много общего с работой шаманов. В работе программистов есть много общего с работой шаманов. И те и другие бармачут непонятные слова. И те и другие бармачут непонятные слова. Совершают непонятные действия. И не могут объяснить, как оно работает. И не могут объяснить, как оно работает. Например, непосвященный человек опишет по луку и подчистнику так. Например, непосвященный человек. Поехали. 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 шаг, как я поработал новый урок, но так как это был последний урок сегодня, начинайте завтра, я буду поработать иначе, и я буду заменчал, как сейчас это длится час сорок минут, потому что я делаю каждую неделю, я буду уменьшивать векси чуть-чуть и как это